Ну что, мы приехали в Икею. У нас сегодня есть немного времени прогуляться, посмотреть. Так что пойдемте вместе с нами погуляем немножко здесь. Походили мы по посуде и сейчас пришли посмотреть такие вот сидушки на стульчике. Вот такие вот серенькие. Единственное, что мы не измерили размер стульчиков, и я не знаю, подойдут такие. Хочется что-то такое прям светленькое. Пришли тут посмотреть тоже варианты хранения, очень удобно. Я тоже такое люблю, корзиночки, разные баночки. Такая вот подставка тоже, кстати, классная, довольно-таки большая. Сонька, что ты смотришь? Ей удобно, когда такая вот штука стоит, тоже можно ванной полотенце сложить. Такое прям светленькое, красивое. И полотенце, кстати, вообще гляньте, какие большие. По 12 долларов всего лишь. Пришли мы смотреть ковры, Соня говорит, давайте такое гляньте. Выбор не очень, кстати, большой. Хотя нет, можно такие светленькие, классные. Посмотрим. Потому что нам нужен ковер в зал. Ну и чтобы хорошо тоже пылесосился. Смотрите, купила в Икеа замиокулькус. И сразу же вот такой вот горшок к нему. Сделала какой-то прям, чтобы большой цветок был. Чтобы вот куда-то в угол поставить. Но большие, они просто нереально дорогие. Поэтому я взяла вот такой вот замиокулькус. Потом его пересажу. И прям такой горшочек красивый купили. Знаете, зелени не хватало. Пока Дима играет в приставку, мы тут занимаемся делами. Собираем мебель. Мы купили немножко мебели. Сейчас вам покажу. Так, это у нас коробки. Соня как раз рисует. Вот, мы купили тумбочки. И сейчас Богдан собирает. Малимы, как у нас были дома. Они удобные, мне нравятся. Здесь два ящичка. Можно сюда много чего сложить. Поэтому как раз сейчас этим делом занимаемся. Наводим такой порядок. И немножко обживаемся. Мы еще купили в Икеа тумбочку под телевизор. Она идет, в принципе, как стеллаж. Можно для детских игрушек. Можно под телевизор. Специально выбирали вот такой вот, чтобы можно было какой-то поставить декор. Возможно, докупить какие-то корзинки. Туда что-то складывать. Мне нравится, как она смотрится. Очень воздушно. Хотела изначально белую. Но так как у нас вся гостиная в таком вот дереве. Я думаю, что белая бы выделялась очень сильно. Потому что у нас и столик журнальный такой деревянный. Вот, поэтому решила все-таки, что будет что-то под дерево. Думала, крутила тоже ковер. Решила положить его так. Мне кажется, так становится намного больше места. Я вообще хочу этот ковер потом убрать на кухню. А сюда посмотреть что-то большое. Мы смотрели в Икеа. Но ничего такого не нашли. Были либо большие размеры, либо маленькие. Так что поищем. Вот, навожу такой, знаете, небольшой порядок. Чтобы было уютно. И мне кажется, с этой тумбой получилось намного больше места. Как-то вот воздушно получилось. И ковер тоже, мне кажется, так вот прям хорошо. Он так лег. Места действительно стало немножко больше. Очень мне, конечно, не хватает цветов. Но так как в Икеа купили, я думала его поставить на кухню. Но мне кажется, вот в этой зоне он стал прям очень хорошо. Это змеокулькус я вам уже показывала. Вот. Буду. Это первый змеокулькус у меня. Я давно его хотела. Вот. Надеюсь, что он у меня приживется и будет радовать. Конечно, зелень и зеленые цветочки. Сразу какой-то другой совершенно вид. Сразу уютно. Прям я вот люблю зеленые цветы. И вот эта подставка тоже, конечно, идеально подошла. В общем, мне понравилось, как у нас получилось. Будем потихоньку тоже наводить уют. Ставлю яблочки обязательно. У нас фрукты всегда стоят на столе. Потому что дети едят. Все время перекусываем. Ну, как обычно, мышка вместе с нами. Никуда она не отходит. Ну, а теперь давайте вместе с вами приготовим быстрое, главное, вкусный ужин. У нас сегодня будет картофельное пюре и ребрышки, запеченные в духовке. Я вам показывала в закупке, когда мы покупали, по-моему, 3 килограмма ребрышек. Мы их сразу разделили, замариновали. Я ставила на ночь их мариноваться в холодильнике. На следующий день просто разделила по пакетам. И я знаю, что у меня теперь вот 3 ужина, ребрышек у меня будет готово. Очень удобно, когда они уже промаринованные. Вы достали их с морозилки, закинули на противень. Ну, немножко разморозили, закинули на противень. И у вас уже готовое маринованное мясо. Не нужно вам ждать еще мариновать. Поэтому, если вы покупаете много мяса, это, конечно, удобно. Сразу его замариновать и потом закинуть в холодильник. Для пюре я использую всегда горячее молоко. Я знаю, что многие не греют молоко, добавляют просто холодное. Некоторые добавляют яйцо. Я добавляю просто горячее молоко и кусочек сливочного масла. И хорошо перебиваю. Можно пользоваться миксером. Миксером тоже хорошо, без комочков получается. Как-то пробовала один раз я сделать по гружным блендерам. Мне вообще не понравилось, потому что картошка получилась тягучая. А вот миксером хорошо перебивается, без комочков. Ну, либо же толкушкой. И на ужин у нас будет салат. Каждый вечер я на ужин всегда готовлю салаты. Это айсберг, огурчик и помидорки черри. Айсберг очень мне понравился. Мне, кстати, девчонки еще советовали другой салат попробовать. Ромен, ромен, как-то так называется. Я, в общем, не помню. Поеду в магазин, посмотрю. Либо просто куплю молодую капусту. Я не знаю, кстати, продается она здесь или нет. Потому что салаты мы едим очень много. Я вообще могу есть просто салаты и мясо. Такой салат можно заправить либо майонезом, либо сметаной. Я немножко солю. Получается очень сочно и вкусно. И в это время у меня уже готовы ребрышки. Достаю их с духовки. Я их готовила вместе с куриным филе. У меня было без кости и без шкурки. Это уже для детей, потому что дети ребрышки не едят. Все вместе приготовила. Получается очень вкусно, сочно. И самое главное, быстро. У нас тут косят траву. Гляньте, сколько много одуванчиков на газоне. Думаю, что так шумно. Видели? Мужчина на газонокосилке ездит, косит траву. Причем они такие, знаете, быстрые по всему району. Он едет. У нас здесь такая территория за домом. Там еще дальше тоже. И вот я сегодня смотрю, такие красивые одуванчики. И он сейчас их все скосит. Тут еще желтый. Там, видите, катается. У нас сегодня будет завтрак на улице. Накрыла стол. Сейчас принесу еще стульчик. У нас шикарная прям погода. Светит солнышко, тепло. С самого утра прям очень хорошо, тепленько. Так получилось, что весны как таковой не было. С зимних, ну, с теплых курток мы сразу перешли. Кто там? Я. Мы сразу перешли вот прям в лето. Так что сейчас будем завтракать. Крутая погода, да. Так что всем приятного аппетита. Садимся кушать. Димчик даже вон пижаме просто кофту одел. Можно, кстати, даже, наверное, без кофты тепленько. Соня, одевайся. Мышка, ты тоже хочешь? Мышка, она не может залезть. Мы позавтракали и едем гулять на набережную. Едем на автобусе. Да, Соня? Круто? Такая громко. Монка, кромко. Да. 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 Соня, одевайся. Погода сегодня вообще просто нереальная. Штиль. Пойдем сейчас посидим где-нибудь. А ты уже села. Я говорю, пойдем посидим. Ты уже здесь? Как погода, Сань? Как погода? Круто? Какая яхта красивая, большая. Круто? 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 Круто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну как? Купаться можно? Артиком. Горит на патрон. А можно умываться? Классно сделаны. Вот так ступеньки. И народ ножки мочит. Соня. Сейчас поедем на этом пароме покатаемся на другую сторону. Вот так ступеньки. Наверное. Наверное. На другую сторону. Наверное присоединяйтесь. Да, наверное, в эту сторону. Ничего не меняется. Минута на пароме уже проголодались. Минута на патрон. 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 корабли яхточки мы приехали домой а у нас тут гости пришли ждут свой ужин товарищи такие смешные ходят прямо возле балкона мне кажется не могут тут наверно к нам залетать и жить мы уже дома приехали домой прям с корабля на вал зашли в рыбные купили креветок сейчас я их хочу быстренько поджарить соевым соусом сейчас приготовлю перекусим мы поели мороженое дети тоже мы взяли с собой еду дети тоже перекусили хочется чего-то такого пойдем наверно на террасу будем кушать креветки только чеснока нету каждый раз купить чеснок поэтому сейчас чесночка вообще было вообще идеально мишеля сидит в ужасе робот пылесосит запустила его думала когда мы будем гулять он у меня поработает а он не работал пишет забился мусоросборник а на самом деле все нормально ну короче не знаю что он меня затупил вот поэтому сейчас пылесос ну и шумит конечно жульта все все заливаю соевый соус и будет готово а вот что получилось сейчас будем кушать дети идите креветки кушать ты тоже пришла мальчишки играют морской бой классно играть мальчик давай тогда а мальчик кто проигрывает тот б пока никто б пока мальчики играют у нас тут сухарики надушила я вот у нас сухарики здесь у меня подходит хлебушек две такие булочки купила такие две формы и буквально еще наверно часик и буду ставить в духовку накрываем подходит хлебушек у меня уже готов он получился гляньте какой и это бездрожжевой хлеб вообще просто просто нереально вкусный единственно что он у меня здесь лопать но я не знаю хорошо это или плохо так что у нас такой будет их еще хлебушек купили счет эти белые полотенца которые вам показывала с одной стороны она идет такое как махровая с другой вафельная сейчас все поснимаю закину в стирку я думаю что будут хорошие они не маленькие небольшие так вот руки вытирать умываться хорошие такие полотенчики посмотрим как они будут 40 на 70 вот и достала я краску хочу покрасить брови вот такая вот стель это у меня цвет девчонки где написано коричневый тон коричневый я заказывала на вал борис артикулу 602 но наверное он не подходит просто тон коричневый стель две штучки идут в упаковке так что сейчас есть и замешаю и быстренько покрашу бровки брови я покрасила и хочу сейчас протонировать еще волосы вот это вот ньютон тоже спрашивали чем тонирую вот этот ньютона 10 6 есть большая бутылочка я кстати и здесь тоже нашла поэтому закажу себе потому что волосы белые-белые давно не тонировала нужно приводить в порядок поэтому обязательно протонируйте кстати купила себе вот такое зеркало нужно все заляпанное вот чтобы удобно было краситься так что все девчонки пошла приводить голову в порядок тонироваться увидимся с вами скоро и всем пока пока